теперь раскрыта тайна абрикосов себя и закончим это мы его начали как во первых вдруг оказалось что там есть агроном вот где калуга они или присвоили словите питомник растений сначала вы знаете конца не знаете сейчас вы упадете питомник растений темерезовки если это неправда если они позорят то есть питомник находится в калуге вот но там есть живой агроном сейчас мы до него доберемся так это очень важно знать почему потому что темерезовка это будут и тут же понимаете какие фотографии ну и подумай что это с интернета это не их фотографии таких сотни это самый распространенный из академиков я даже обижаюсь моя фотография академика на втором месте вот обогнал кто-то но тут так умница но может быть живет в испании или в италии а я живу в сибири все равно мне обидно за второе место по называется как сказать по количеству украденных фотографий вот так громко звучит можно сказать проще было бы присвоены вот нет украденных помните логотипы прошлый раз показывал вот теперь так с интернета с интернета с интернета а где же выращенная самому к этому самому самой тебе в академии тебя теперь так смотрим вот этот человек он пишет я первых него обратился а папа уже потом меня зовут сергей верху я подробно потому что я не хочу чтобы вы подставлялись потому что темерезовка академика и академия она имеет свой флёр это это значит что лучше быть не может никогда на самом деле все гораздо хуже но это первое впечатление и вот я увеличил картинку меня зовут сергей вверху лампочкин примерно так вверху лампочкин я агроном питомника и готов ответить на ваш вопрос с учетом зимы и может быть течение двух дней и так далее и вот когда я ему написал что я железо что вот это моя фотография мы ее присвоили вот скажите пожалуйста значит я никаких там претензий я не вставал позу я не ругался я просто сказал покажите мне фотографию с вашего сада это самое слабое место у мошенников ой извиняюсь он же не мошенник он торгаш его дело продать а где остается только угадать и вот смотрите когда у меня он мне не ответил просто напросился готов ответить а мне не ответил ладно за это боль вступила это самое такой серьезный мужик как павел дроценко который является одним из моих помощников главнейших вот и началась переписка и и так здравствуйте павел нашел в интернете сайт питомник растений к к к к к к к к кругу х имени темиразин никогда не могу никак не могу запомнить хотя был их сектор продаются а within к луге подскажите это 10 help пытка спасибо спасибо сейчас и увидите такой детектив как он попался как он его еще После этого должны уволить А мне его не жалко, зачем его обманывать Итак Добрый день, Павел Да, это действительно питомник Калужской Тимирязевки То есть он, видишь, он не отрёкся Вот это там, что вы пошутили Мы случайно вот это вот По ошибке Не, питомник растений Тимирязевки Подтвердил? Подтвердил Сергей Верхоламочкин Хорошо Ну, теперь, значит, человеку нужно заработать Он же агроном На самом деле, как вы видите, он торгаш А никто не агроном Здравствуйте, Павел, приезжайте в питомник Вот У вас не будет, ну, если чего не будет Сомнений не будет А вот, не будет вопросов Всё это недавно Ещё месяц не прошёл Как же я приеду, я в Санкт-Петербург Вы саженцы не отправляете, разве? Какой был ответ, я не знаю И вот он, самый важный вопрос Потому что, Павел-то знает, что это моя фотография Вот она Вот У вас в питомнике плодоносят амбрикосы Внимание, друзья мои Если вы А, и Павел продолжает Если вы от Тимирязевки То точно должен документ Обычно такой на сайте И размещать Так как доверия к лету будет больше Его ответ Его спросили про плодоносят И в ответ У нас нет до Санкт-Петербурга И вот тут он Он прокололся Вот он, мой праздник У Железова в Сибири плодоносят Тимирязевки и амбрикосы не плодоносят Это как понимать И тут Дальше я хочу задавать вопросы Пусть виртуально Ну, закончим Вот это вот Почему И вот так Кто еще волен Обычно питомники Отказывают в этом Это пишет Павел Но я всегда думал Что сначала питомник Выращивает у себя Получает урожай Ранирует И вот лучший звучит Потом размножает В саженцы Такие саженцы не замерзнут Не погибнут у покупателя Разве не так? Откуда у вас тогда саженцы? И вот на этот вопрос Первый вопрос Как он умудрился признать правду? Как? И вот второй вопрос Он точно не профессионал Он, если не дурак То он, по крайней мере Занимается совсем не тем делом Если ты продаешь саженцы Ты хочешь на этом заработать Саженцы явно Это не ваши Сейчас я докажу это Так? Вот То хотя бы ври Так, чтобы это У Павла Лапша вот тут Свисала вот так Чтобы поверил В конце концов Вот Помните Средние века Богословы Те еще католические Спорят Сколько чертей Вмещаются на конце иглы А почему спорят? А попробуйте их сосчитать Вы хоть раз видели? А не спорят Ну ладно Просто их там допустим В доме Пять этих чертей Раз, два, три, четыре, пять А на конце иглы Сколько действительно Может уместиться? Это же важнейший вопрос Вот это вам кажется Сглупой? Нет Вы подумайте Он имеет отношение Теологии Это не просто вопрос Это один из принципиальных вопросов Если верить Что черти есть А теперь возвращаемся К абрикосам Внимание К сожалению Райнированных абрикосов Для центральной Черноземной зоны Кстати Ленинград Это не центральная Черноземная зона Нет приезда Вы спросили Про полношение У нас они полносят Но растут И тут Парень попался Окончательно Ну какой ты хрен Агроном Ты что не знаешь? А? Верхоламочкин Это Ты что не знаешь? Простой Я извини Со своих 70 лет С тобой разговаривал На ты Тем более Я тебе Это Ты как бы Показал себя С плохой стороны Правду не сказал Абрикос Из чего вырастает? Ну Агроном Подсказываю Медленно Может быть Из Косточки У вас они не плодоносят Где вы брали Косточки? А вы знаете Что косточки Вообще У науки Практически Невозможно Нигде достать У вас Тем более Не плодоносят Ну Елена Александровна Была Фотографию снимала Есть Отдельные Результаты Там Она молодец Она Нашла Полношение Абрикоса Мичуринские Которые Кстати Ваши ученые Терпеть ненавидят Или хотя бы Не признают Но Мичуринские Они Как это Ну хорошо Если у вас Мичуринска Одна Группа Ученых Вырастила И вам Эти косточки А вы вырастили Саженцы И выпустили На продажу И вынуждены Были писать С ожелением Рейонированных Абрикосов Вот тогда Правда Тогда вас Не надо уволнять Ну добавили бы Что мы Косточки Получаем Со стороны Но уже С юга Рейонированных Нет Тогда Вот это Все За каким А Вот это Все За каким Вот это Вот это Вот это Вот это Флагман Мировой науки Вы вырасти Хотя бы Пару плодов Абрикосов Флагман А я Сказал Я Долблю Только тех Кто Ворует Мои Фотографии Я Потом Полил Вот это Вот А теперь Это Успех Ну В конце Концов Свяжитесь Железом Был Как правильно Называется Это Тот же Серафим А условие Одно Даже Вы знаете Как вы Мне Помогли Реализовывать Эти же Костки Серафим Я бы Все Простил Ну Как Простил Если Косточки Были бы Мои Вы У меня Их Выпишите Я Такой Скидкой Продал Научил бы Как правильно Выращивать Чтобы они Не гнили Под землей Как Учат Ваши Ваши Выпускники Учат Как гнать Под землей Вот эти Росточки Вот День Сегодня Такой Извините А потом Еще Из-за Меня Потом Скажут Это Закрыли Тимирезик Спасем Тимирезик Ее Только Так Можно Спасти Срочно Еще Сказали Еще Дайте Нам Год Мы Сейчас Это Организуем Эти Экспедиции Не Надо Рисковать Жизнь Чтобы Лезть В Эти Самые Всехателинские Горы На высоте 2000 метров И искать Эти Дикие Манджурцы И дикие Сибирские Абрикосы С тех пор Прошло 100 лет Мы уже Готовы На все Есть Вы к Железу Вы к Латинкову К его жене Поклонитесь В ноги ей Пропадет же Все к чертовой матери Вы бы Всегда спасли И спасли бы Все Наследие Того же Латинкова А вы Выйдут Ни хрена Не умеют Абрикоса